Официальный микроблок Мариинского театра распространил информацию о проведении акустического теста на второй строящейся сцене. По сообщению театралов, представление длилось чуть более часа. Были исполнены различные оперные, балетные и симфонические номера. 2-го числа, наверное, вы будете приглашены. Я сейчас не занимался еще организацией этого события. Мы имеем уже группу специалистов, которые будут отвечать за свет, какую-то режиссуру. Это не будет спектаклем, это будет акустическим тестом. Мне скорее хочется спрашивать вас и услышать первые ваши впечатления, потому что я обошел театр уже, может быть, в 20-й раз. Однако непосредственно перед концертом, который официально был назван акустическим тестом, это неформальное приглашение было отменено. В зал Майринки-2 не пустили ни одного журналиста. Как пояснили представители пресс-служб, акустический тест не шоу, а рабочее мероприятие. В результате событие, которого город ждал 5 лет, прошло незамеченным. Среди почти 900 избранных оказались не только сотрудники и солисты Майринского театра, строители и инженеры, но и несколько городских чиновников, имена которых, впрочем, также не называются. Как видно на кадрах, оказавшись в распоряжении нашего канала, фойе и зрительный зал практически готовы. Остаются только работы по наладке оборудования. Так что строительство идет по плану, и в срок рабочие должны уложиться. Что стало причиной перемены настроения у руководства Северо-Западной дирекции по строительству и Майринского театра, понять сложно. Но отношения с прессой в этих культурных организациях уже давно принято выстраивать своеобразно. К слову, по первым отзывам, зал оказался не так уж плохо. Из тех гостей, чьи имена были названы публично, всемирно известная супружеская пара, композитор Родион Щедрин и балерина Майя Плесецкая. Об официальных результатах акустического теста зала говорить пока рано. Эксперты акустики проводят необходимые замеры и до Нового года должны устранить все замечания. Судя по количеству скандалов, новая сцена Мариинского театра, внешне напоминающая произведения конструктивистов и постмодернистов одновременно, может потребовать и новой стилистики афиш и анонсов. Ну, что-нибудь в таком роде. Реконструкция реальных событий в 3D. В результате бытовой ссоры генерал Отелло задушил собственную жену. Ну, или вот для Кармен. Профессиональная проститутка нанесла непоправимый урон обороноспособности испанской короны. Ну, или вот еще «Лебединое озеро». История борьбы за власть и любовь, написанная открытым гомосексуалистом Чайковским. Спектакль разрешен к показу лицам от 14 лет и депутату Милонову. Если пиар-служба Мариинского театра посчитает такую стилистику подходящей, озвученные анонсы дарим бесплатно. Ну, а за прочее скромный гонорар, разумеется.